Наступил 2020-й и в силу вступили законодательные изменения, которые отразятся и на кошельках россиян. За что ярославцам придется платить больше, а за что меньше? Об этом говорим сегодня в программе на повестке дня. Я Юлия Тихомирова. Здравствуйте. Мой гость Евгений Ефремов, заместитель управляющего Ярославского отделения Центробанка. Евгений Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Снизился лимит переплаты по кредитам и займам сроком до года. Насколько они станут доступнее? Действительно, с 1 января этого года вступили очередные изменения, регулирующие вопрос предоставления кредитов и займов. И с 1 января максимальный размер переплат, если так можно сказать, по кредитам и займам сроком до 1 года не должны будут превышать полуторакратного размера суммы основного долга. Что это значит на практике? Что сумма всех, если мы берем, например, 10 тысяч заем, то сумма всех платежей, проценты, неустойка, штрафы, все, что мы платим кредитору, кроме основного долга, не должна будет превысить 15 тысяч рублей. То есть вот эти ограничения, они на самом деле направлены на защиту, скажем так, граждан от каких-то завышенных процентов при кредитовании. В большей степени, конечно, эти ограничения касаются деятельности микрофинансовых организаций, которые предлагают действительно очень высокие проценты, и теперь они вот ограничены таким размером. Евгений Борисович, а как новый регламент скажется на деятельности микрофинансовых организаций? Ожидается ли снижение их количества? Ну, вы знаете, микрофинансовые организации на самом деле занимают свою нишу на рынке финансовых услуг, предоставляя гражданам займы в короткий срок, небольшие суммы, по сути дела, без глубокой проверки финансового положения. Поэтому на сегодняшний день мы не отмечаем снижение интереса к данному рынку. Но, безусловно, вот те изменения, которые вступили в 2020 году, они стали продолжением поэтапного регулирования ограничения на рынке микрофинансовых займов, они будут способствовать более серьезной защите интересов заемщиков. Поэтому я еще раз хочу сказать, что данные организации, они нужны, они помогают людям в каких-то ситуациях на короткое время получить необходимые денежные средства. Важно только правильно пользоваться этим инструментом. С начала года споры с микрофинансовыми организациями можно уже ввести не только через суд, но и через финансового, простите, да, финансового уполномоченного. Скажите, решения будут в силе так же, как и судебные? Да, действительно, особенность рассмотрения финансовым уполномоченным жалоб граждан состоит в том, что его решения имеют юридическую силу и так обеспечиваются так же, как и судебные решения, то есть исполняются с помощью, в случае отсутствия добровольного исполнения, механизм судебного исполнительства, судебных исполнителей. Как работает данный механизм? Это очень эффективный и доступный для граждан механизм вне судебного регулирования денежных споров. С 2019 года он уже применяется в отношении взаимоотношений со страховыми компаниями, и те граждане, которые имеют какие-либо финансовые претензии к страховым компаниям, уже используют его. С января он будет работать в отношении микрофинансовых организаций. Финансовый омбудсмен не находится в Ярославле, он один на всю страну, поэтому для того, чтобы к нему уже нужно обратиться, заявление можно подать либо через сайт, либо обратиться письменно. И в течение 15 дней он рассматривает наше обращение, принимает решение. Как я уже сказал, если жалоба обоснована, то оно имеет силу юридического судебного, по сути дела, решения и исполняется немедленно. Были ли уже прецеденты? Ярославцы воспользовались такой возможностью? Безусловно, ярославцы такой возможностью пользуются очень активно, потому что споры и претензии к страховым компаниям, как и к микрофинансовым организациям, они существуют. Еще одно новшество. С 1 сентября в случае досрочного погашения кредита можно будет вернуть часть стоимости страховки. Каков здесь алгоритм действий для заемщиков? Да, действительно, это очень серьезное изменение в взаимоотношениях заемщиков и кредиторов. Если раньше это решалось в добровольном порядке, то теперь очень часто кредиты предоставляются с условием страхования, жизни и здоровья, то теперь при досрочном погашении сумма страховки будет возвращаться пропорциональному сроку неиспользованного кредита. Для этого необходимо будет подать заявление кредитору, и кредитор в восстановленный срок должен будет в течение 10 дней вернуть сумму. Сумма возвращается, если не наступил страховой случай. Нужно об этом помнить. Если страховой случай не наступил, то, естественно, заработал механизм страхования. Здесь еще хочется добавить, что вот этот механизм возврата, он будет распространяться и на так называемое коллективное страхование. Я думаю, что люди, которые брали кредит, знают, что мы не страхуемся у страховщика, а присоединяемся к договору, который заключил уже банк. В этом случае также можно будет вернуть страховку. Евгений Борисович, а все ли готово для этого нововведения? Безусловно, этот механизм уже в той или иной степени отработан, поэтому все готово. Как только закон вступит в силу, так сразу можно будет им воспользоваться. С 1 апреля не будут загорать скидки за безаварийную езду. Что это за скидки, как можно будет им воспользоваться? Я думаю, что все автовладельцы знают такой коэффициент бонус-малус КБМ, который учитывает стаж безаварийного вождения и в зависимости от наличия либо отсутствия в страховых случаях, либо увеличивает, либо уменьшает размер страховой премии. Но ранее существовало правило, согласно которому при разрыве между двумя договорами страхования более одного года все скидки обнулялись, коэффициент становился равный единице. Теперь с апреля 2020 года независимо от срока разрыва между заключаемыми договорами скидки сохраняются. Это очень важная такая хорошая мера, направленная на сохранение скидок и защиту прав автолюбителей. Да, но вот куда обратиться? Давайте по шагам расскажем, как воспользоваться этой важной и хорошей мерой. На самом деле, коэффициент бонус-малус рассчитывает страховая компания при заключении договора ОСАГО. И страховая компания обязана на сегодняшний день полностью показывать расчет, и вы можете увидеть, какой у вас коэффициент КБМ. Если вы с ним не согласны, то вы обращаетесь с жалобой в банк, с жалобой в страховую компанию. Если страховая компания не удовлетворяет ваши требования, нужно обратиться в Банк России. И здесь уже работает механизм проверки и изменения КБМ в случае неправомерных действий страховой компании. Евгений Борисович, вот на какую тему я хотела поговорить. С 13 июня отменят так называемый банковский роуминг. Для многих это долгожданное событие. Ведь сейчас некоторые банки берут до полутора процентов за внутренние переводы в другие регионы. Расскажите об этом. Да, действительно, вы правильно отметили. Также в наступающем году будет отменен банковский роуминг, то есть платежи за проведение платежей, платеж, комиссия за проведение платежей в рамках одного банка, например, в другой регион. Теперь внесены изменения в закон о банках, банковской деятельности, в соответствии с которым невозможно устанавливать комиссию за данную операцию, только исходя из того, что получатель находится в другом регионе. Поэтому это должно повлечь за собой отмену этой комиссии. Соответственно, и платежи в рамках одного банка станут бесплатными, независимо от того, где находится платильщик и получатель платежа. Действительно, приятная новость. С этого года все негосударственные пенсионные фонды обязаны публиковать на своих сайтах информацию о начисленных клиентам по итогам года процентов. Расскажите, что еще будут публиковать, какую еще информацию они будут сообщать людям? В этом году также продолжается процесс реформирования, регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов. Я напомню, что с прошлого года негосударственные пенсионные фонды должны уведомлять своих клиентов о тех неблагоприятных последствиях, которые возникают в них в случае досрочного перехода из одного фонда в другой. Он связан с потерей инвестиционного дохода. С этого года они будут обязаны информировать о размере инвестиционного дохода, который у нас накопился по окончании финансового года. А тех граждан, которые уже получают пенсии, они будут обязаны информировать о размере индексации пенсии. То есть люди получат более расширенную информацию о состоянии своего счета, который находится в негосударственном пенсионном фонде. Куда ярославцы могут обратиться в случае претензий и жалоб на деятельность финансовых организаций? В Банк России, именно Банк России является тем органом, который осуществляет контроль и надзор за деятельностью всех финансовых организаций, кредитные организации, банки, страховые компании, микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы. В 2019 году ярославцы направили в Банк России около 2000 жалоб, точнее сказать, 1976 обращений поступило в Банк России. Обратиться в Банк России достаточно легко, комфортно. Для этого существует несколько инструментов. Это сайт Банка России, где есть специальная вкладка «Обратиться в Банк России», и более 50% обращений поступают именно таким образом. Можно написать письмо по адресу Москва, улица Неглиная, 12, либо к нам, город Ярославль, улица Комсомольская, 7. Также есть круглосуточный телефон, где можно оставить обращение. Его номер 8-800-3300, в режиме 24 на 7, ваше обращение выслушивают, примут, и, безусловно, на каждое обращение будет рассмотрено, и по нему будет дан всесторонний взвешенный ответ. В 2019 году на что в основном люди жаловались? Традиционно это кредитные организации, они занимают первое место, более 50% обращений связаны с их деятельностью. Это вопросы, связанные с погашением кредита, как раз с навязыванием дополнительных услуг, со страхованием. Второе место – страховые компании, по-прежнему граждане жалуются, это в том числе расчет бонус малос, о чем мы с вами говорили. Ну и на третьем месте находятся жалобы, связанные с деятельностью микрофинансовой организации, кредитных потребительских кооперативов. Жалобы удовлетворены в большинстве своем? Жалобы все рассматриваются, и если мы видим, что права нарушаются, то Банком России принимаются меры к защите прав граждан. Ну что ж, спасибо большое за беседу. Моим гостем был Евгений Ефремов, заместитель управляющего Ярославского отделения Центробанка. Я с вами не прощаюсь, через несколько минут начнем подводить первые информационные итоги дня. А что касается программы «На повестке дня», мы в эфире с понедельника по четверг в 19.15 и только на городском телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова